Уже более 150 тысяч человек являются клиентами сети магазинов Титан. Купил себе планшет, работает идеально, все летает. Очень рад покупке. И сэкономил, и гарантию дали. Титан. Для всех и каждого. Еще одно ДТП на этот раз в Юрьянском районе, но последствия гораздо серьезнее. На трассе Вятка-Лоб в лоб столкнулись Киа Соренто и Тойота Форчунер. Два человека погибли, еще двое получили травмы. Увы, сегодняшний обзор аварии. Начинаем с трагедии. ДТП произошло 21 октября в 6.55 утра на 406-м километре трассы Вятка. Столкнулись два внедорожника Киа Соренто и Тойота Форчунер. В результате происшествия два человека погибли. И двое получили травмы различной степени тяжести. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Данные и обстоятельства устанавливаются. На месте работают сотрудники госавтоинспекции, которая осуществляет распорядительно-регулировочное действие. Еще один человек погиб в деревне Радыгино Советского района. По предварительным данным столкнулись Нива и Volkswagen Passat. После удара внедорожник наехал на забор. Через некоторое время медики констатировали смерть водителя Нивы. Сейчас в обстоятельствах этой аварии разбираются следователи. В Косельниче столкнулись два автомобиля. По предварительным данным на перекрестке неравнозначных дорог 25-летний водитель Девятки врезался в Рено-Симбол. От удара водители на марке и его 17-летняя пассажирка получили тяжелые травмы. Их госпитализировали. В Кирово-Чепецке пострадали пешеходы. По предварительным данным 34-летний водитель Десятки сбил 27-летнюю женщину и 5-летнего мальчика. Они переходили дорогу по правилам. В итоге пострадавшим пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Еще одного человека увезли в больницу после ДТП на улице Карла Маркса в Кирове. По предварительным данным 53-летний водитель Шевроле Нива наехал на 60-летнюю женщину. Авария произошла на пешеходном переходе. Сергей Пичугин. Место происшествия.